Всем привет, друзья! У нас утренняя стрижка газона, выходной. Прошка ждет, когда я его выпущу на балкон, но я не выпускаю там пока газоны у нас косят. Вон они ездят, косят. Геймер в деле. Все, сидит уже, играет. Встал рано, сидит, играет уже. Давно уже встал, самый первый. Сидит уже тут, шумит нам. А мы с Катюхой еще дрыхли. Сейчас, Прошечка, пойдем, подожди. Сейчас нам покосят раку. Видите, какая влажность у нас. Пока у меня дети позавтракали и сидят, играют, у меня сегодня программа вычистить все санузлы. Все три. У меня их три. Все постирать, все коврики. И не знаю, сколько у меня это время не займет. Но я думаю, долго. Поэтому я вообще хотела во всем доме убраться. Но, наверное, только санузлами сегодня ограничусь, потому что я просто не успею. И у меня еще день большой стирки. У меня все четыре корзины. Вот эта самая пустая. А так все полные. И, наконец-то, я доберусь до санузла девчонок. Катин. Сейчас он только Катин. Так, вот эту кучку сейчас поставлю стираться и пойду белье перебирать. Блин, ребята, у меня просто все в шерсти. Это я уже все вытерла. Я вот просто вот открываю. Я что угодно могу открыть, у меня везде будет все в шерсти. Это я уже просто все вытерла. Капец просто, как сегодня читала ваши комментарии. Смеялась. Кошку. Собака досталась, из пензова, девушка, досталась, которая не линяет. Вот у меня кот один такой не линяющий. А кошку гринкотола кислотой облить. Я понимаю ваш юмор. Вы так и написали. Да, я реально люблю черный юмор. Я вас понимаю прекрасно. Мне тоже хочется кислотой. Мне не только в коже, мне все хочется кислотой иногда облить. Вот просто в каждой щелочке, вот везде просто это шерсть, 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 шерсть. Какой-то звездец. Что, Жорочка, вечно тебя все теряют. Друзья, показываю каждый раз. Никуда он не делся, он с нами. Жорик с нами. Каждый раз вы его у меня теряете. У меня почти под каждым видео, где ваш черный котик, где ваш черный котик. Вот он, вот он. Жиреет наш котик на глазах. Да, Жорик? Он у нас самый тихий, самый спокойный, самый незаметный. Самый тихий в прямом смысле. Он мало, достаточно двигается, и он очень тихо мяукает. Его вообще не слышно. Настолько он это делает тихо, и он самый незаметный. Вот то, что вот он сейчас двигается, ходит, и что-то это большая редкость. Он всегда лежит, он всегда спит. Я всегда шучу, Жорик, главное лежать. У него реально, вот он даже сидеть не может. Видите, он обязательно приляжет. Молодец, красавчик. Вот смотрите, пока коврики сюда закидывала, сколько с них, столько шерсти слетело. Знаете, сколько на них шерсти, друзья? Это просто вообще не передать. Я их стираю довольно часто. Они просто забиты этой шерстью. Это собачья шерсть, как вы понимаете, коричневая. Как всегда, добавляю свои любимые запахи. Запахи будут стоять долго, очень вкусно будет пахнуть просто каким-то французским парфюмом во всех санузлах потом. Играй, играй. Лавруша, пожалуйста, не стучи. У нас за этой стенкой санузел из спальни. И когда он вот так делает, вроде бы незаметно вообще, ну, практически, ну, как бы незаметно. Но если ты находишься в этот момент там в санузле, это просто по мозгам вообще. Он, видимо, вот это вот задевает, она об стену, долбится, вот это вот, тумба-юмба, вот это. И просто по мозгам долбит. А ему вот даже вот вообще незаметно и не слышно. Да? Игроман. Потому что кто-то игроман. Так, и еще я думаю, что здесь я тоже все сделаю, все отодвину, везде пропылесошу. наконец-то. В общем, раз уж я добралась до санузла, девчонок, то я и до комнаты доберусь. Тем более на этой неделе Лиза сказала, что приедет. Я не знаю, я ее отговариваю. Говорю, зачем ты приезжать будешь среди недели? Давай в выходной. Что среди недели делать? Тут дети в школе. Говорю, зачем? Давай сдвинем немножко твой приезд к выходным. Ну, короче, не знаю. А сейчас Маша зато не получишь. Но Маша вчера была. Маша вчера не показывала, не снимала. У нас там с ней другие были задачи, недосъемок было. Вот. И Ализа, в общем, приедет одна. Так что развалится тут одна на этой кровати, не на своей этой маленькой неудобной кроватке, а все-таки на обычной, на большой. Я уже им одеяло сюда кинула, потому что Машка же все забрала, ничего не осталось, только вот эта простыня, она ей не подходит. У нее размер вообще другой, у нее длинный этот твин XL, у нее размер вообще ни туда, ни сюда. Но я потом поняла, почему, потому что под ним, ну, во-первых, чтобы она узкая была, во-вторых, под ним у них там под кроватью там расположены там холодильник, там полки какие-то очень для этого. А так у нее длинная. Ну, а с медведем помещается. Еле-еле, но помещается. Я им постирала вот это вот одеяло с этими запахами. Оно обалденно пахнет, я вам скажу, аромат на всю комнату стоит. А эта Машка все уже стирала. Подушки есть, поэтому так, в принципе, все есть. Ну, я так сейчас подвигаю все это пропылесошу там и как-нибудь, наверное, чего-нибудь где-нибудь переставлю. Ну, надо как-то переставить. А то что-то как-то надоело. Что-то надо тут сдвинуть, что-то выбросить. У меня, кстати, мусор будет вывозить через день. Короче, забью сейчас все баки чем-нибудь и повыкидываю. Например, вот это. Хотя нет, я думаю, оно вот сюда. Оно здесь и стояло. Эта Машка передвинула. Да, наверное, вот так оставлю. Ну, постоит, не знаю, месяц-два, потом выкину, наверное. Я не знаю, это вообще полка для фиг знает, для обуви, что ли, или ничего. Наверное, для обуви, скорее всего, судя по размеру, наверное, для обуви. Но она такая очень легкая, очень дешевая, еще такая простая. У Машки тут всякие сумочки были, обувь. Ну, что, пусть стоит, господи. Не мешает вроде. Но начинать я буду, не знаю, дойду я до этой комнаты или нет, я думаю, дойду. Но начинать я в любом случае буду с санузлов, иначе я до них не дойду. Это самое долгое, самое такое, прям, не хочу, но надо. Я очень люблю после того, как все это начистится, наслаждаться санузлами, какие они чистые. И я вообще обожаю. Но это будет потом, попозже. Сейчас мне надо до них добраться, до всех, поэтому комната подождет. Чистить я буду, как всегда, ой, мне шумит, ветвежка, своими любимыми и средствами, больше мне никакие не нужны, для зеркал, для стекол, для пола, этим я мою полы, тоже обалденный запах, и, а, еще салфетки мне нужны. Вот это у меня, пол мою я, вот такими вот бумажными полотенцами, и вот этим средством все запениваю, забрызгиваю этим, просто вытираю, все чисто и обалденно пахнет, для стекол. И вот это средство, которое очищает вообще все, обожаю. Именно вот это, друзья, говорю каждый раз, more, который, вот это не все классное. И, конечно же, свои любимые салфетки, я без них вообще никуда. Ну и погнали. Наушник в ухо и вперед. Чистота, все блестит, обожаю запахи бытовой химии. Я даже намыла вот это очко. Все чистенькое. Так, я начистила все душевую. Самое долгое, самое муторное, это вот эти вот швы. Надолго я там сидела, долго их вычищала, каждый этих, плиточка маленькая, швы, швов этих много. Ну, короче, все начистила. Сейчас еще он чуть-чуть постоит, и я все это смою. Все, по периметру, везде, 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 везде. Душ у меня что-то совсем умирает, я его не могу даже очистить, надо, короче, его поменять. У меня есть душ, как его поменять, я не знаю, наверное, там просто открутить, не знаю, в общем, надо хендимена, скорее всего, вызывать, так я его вряд ли поменяю. Хотя, с ним все нормально, я пока не буду его менять, просто он, как бы, начинает засоряться, не очищается. Все, чистота сделана, осталось только пол здесь помыть. Да блин, заканчивается. О, еще зеркало почистил, ой, стекло. Стука. Все, один санузел готов полностью, чистота. Переезжаем в следующий. Так, ну, здесь все по тому же принципу. Сейчас натерла еще вот эту вот подставку, она просто как новенькая. Каждую, вот вообще, вот эти салфетки, конечно, эти клоракс, это вот просто незаменимая вещь. Одноразовая, удобная, никаких тряпочек мыть не надо. Каждую звездочку она протирала, она у меня теперь как будто бы из магазина только что привезла. Так, все, я переместилась уже к девчонкам сюда, уже все сюда принесла, просто ка везде со мной. Вот это вот тоже вот надо натереть, видите, вот всякие какие-то мелкие, вот эти вот между звездочками, вот эти вот места, все их надо натирать. В общем, я все это натираю, тоже вот, как и стоит то же самое. И все, как обычно. Сейчас ванную еще залью. Просека, выходи. Просека, кстати, шикарно относится к запахам химии, вообще к любым. Он не чихает, ничего, он лезет специально. Вот я сейчас забрызгаю, он может прям в ванну в эту забрызганную прыгнуть и сидеть в ней. И вообще вот даже не чихнет ни разу. Все, чисто. Здесь, чисто. В комнату уже сейчас пойду убираться. Так, я в комнате у девчонок. Сейчас буду тут что-то решать, что-то двигать, переставлять. Но в любом случае, сейчас просто буду пока все двигать для того, чтобы все пропылесосить и все натереть салфетками. Всю мебель. Ой, друзья, смотрите, я тут разбираю Машкину эти ящики. Смотрите, какая Масенька была. Масяня. Скажите, на Лаврика похоже, да? У меня тут что-то темно. У нас опять дождь. Они с Лавриком очень сильно похожи. Оба кореглазые, оба красногубые. Такое прикольное. Там дальше не могу показывать, там другие дети есть. Вот покажу единственное. Вот Машу покажу, какая она была, когда закончила началочку в этом своем платьишке красивом. Масенька с подружками. Ой, блин, сейчас еще Лизу покажу. Смотрите, даже листать не могу, но так чуть-чуть покажу ее. Это Лиза, когда... Это, в общем, девчонки, когда, ну, практически, да, перед отъездом, вот Лиза 9 класс закончила, и мы улетели. В 10-е она уже не пошла, в 10-е она уже здесь пошла. Вот сдала ОГЭ, и пошла. И вот здесь сейчас... Вот такая она приехала сюда. Да, и Маша такая же приехала. Вот как я показала. Маленькая. Ну, кто видел наше видео, там из отрезочков, из отрывочков таких, в вертикальном формате, как мы переехали, вот они вот, именно вот такие они приехали. Альбомы. Не забрала с собой. Не, ну, понятное дело, нафиг они нужны. Они должны, наверное, у мамы храниться, да, вот эти все альбомы. Только они... Не здесь, наверное, надо мне их туда отнести уже, где все альбомы. Машка, конечно, страшная. Знаете, коробочка. Все подряд собирала всегда. Там у нее монетки. Коробочку от Тиффани хранит. Какие-то листики. Какие-то подарочки она всегда упаковывала очень красиво. Вот это все для подарочков. Там бумажка, которая для подарочков тоже. Ой, Машка. Она вообще реально, она другая. Ну, от Лизы они сильно отличаются с Лизой. Так, ну что, я тут потихонечку убираю. Сейчас тут пропылесошу, закрою эти двери и как-то чего-то буду тут передвигать. Маша с Лавриком вообще во всем похожи. Я вот смотрю иногда на Лаврика и понимаю, какой он будет. Потому что пока вообще прям сильно все совпадает. У них и глаза одинаковые. Ну ладно, внешне. Карии глаза мои достались только двум детям из пяти. Хотя, по идее, нас в школе, помните, учили карии и всем достаться должны, если серые карии. Ну, короче, здесь достались только двоим. Они одного знака зодиака, они одного год. Ну, год, короче, понятно, да, который год, животное одно, они петухи оба. Они похожи внешне, они вот очень творческие оба. Поэтому, не знаю, может быть, действительно. А вот Лиза и Катя, они тоже очень сильно похожи, они вообще не творческие ни разу. Что Катя, вообще ей не интересно. Ну так, что-то она там порисует, но ей хватает там на пять-семь минут. И Лиза тоже самое вообще. Маша часами, Лаврик часами вообще. Так, ну что, друзья, представляю вам все, что я сделала. Я вот так передвинула, вот так я не захотела ставить кровать, потому что она так стояла. А вот так я не помню, по-моему, она так не стояла. В общем, оставила вот здесь кровать, я ее всяко двигала, и кресло, и стол, все меняла местами. Но решила оставить зеркало здесь, стол здесь, стол у меня и здесь тоже стоял. Но тогда кресло нужно было оставлять, и оно не разложится. То есть, ну, либо разложится вот так. Это не очень удобно. А так, если они вдвоем, то вот так можно разложить и так. А стол останется, в принципе, на месте. Ну, можно чуть его сдвинуть. В общем, вот так оставила. Полку эту оставила, не выбросила. Лампу эту тоже оставила. Мне очень нравится, как она теплый свет какой дает. Ну, и все-таки такой ночничок, мне кажется, вечером вообще супер. Вот здесь пусть свободно. Вот. В общем, вот так. Вот так, вот так. Так, шкаф я показывала, там ничего нету. Ну, в общем, все. И выбросила вот эту вот штуку, которая была, ну, которую собаки порвали, короче. Ну, ее надо выбрасывать там, ну, там вообще. Ну, вот, в общем, вот так. Все, я здесь все сделала, пропылесосила, все убрала, забираю свои улики. Я тут шоколадку ем. О, покидаю помещение. Ночничок еще вставила, забыла совсем про него. Все, ну, по-моему, отлично. Очень и просторненько, и место есть, и что-то по-новенькому. Ну, и заодно вычистила все-все-все в каждом углу. Так, сейчас я планирую диван отодвигать, и из-под него доставать там мусора полно. И мне надо, где-то у меня еще корзина, все корзины собрать, да? Сейчас я вас буду выгонять с дивана, потому что мне надо его отодвигать и все вычищать под ним. Так что давайте, выбирайте комнату, в какую пойдете. Кать, Лавр, в твою или в твою, выбирайте, идите. Давайте, проваливайте, я сейчас буду тут все убирать. И вот это все заберите. Все, дети, в комнате. Играют. Окей, поехали. Друзья, хотите шок-контент? Если что, переключайтесь, предупреждаю. Та-дам! И это еще не все. Под этой частью еще столько же. Вон, застревает все. Шерсть. Да. Теперь понятно, друзья, почему я пылесосу радуюсь. Теперь у вас, надеюсь, нет вопросов. Так, друзья, для мытья полов, как всегда, рассказываю, что вот это мое самое любимое средство. Если кому-то интересно, заказывала на Амазоне. Оно от пылесоса. Когда-то я его впервые, запах, в этот запах влюбилась, когда мы купили пылесос, и к нему шла бутылочка вот этого средства. Я теперь его просто заказываю. Пылесоса того уже давно нет. Вот эту штуку моющую я просто на Амазоне заказываю. Самый лучший запах. Самый лучший. Вот этот следующий, но это, если это закончилось, тогда вот это. Но оно везде продается. Вообще везде продается. В любом Petmart, в любом Walmart, по-моему, вообще везде оно продается. А вот это вот я на Амазоне беру. Самый идеальный, самый просто бесподобный запах просто каких-то французских духов. Намываем, намываем пол. Дети там не выпускают детей. Валяются там на коврике, там у них тоже все помыло. Не выходить! Сидеть там! Думаю, тут с Просека. Просека, как всегда. Где химия, там и Просека. Просека у меня уже из ведра попил. Молодец. Отмыла котям туалет и все. салфетками. Они у меня теперь как из магазина. Блястя! Дети переехали. Надоела одна комната, а они уже в другой. Зато в этой комнате развели бардак. Налистывают свои школьные альбомы. Здесь все-все-все дети с прошлого года. Школа наша. И все-все-все учителя, дети, фотографии показывать не могу. Там дети у нас таких два. Сегодня я прям фотоальбомы нахожу. Дети тут поиграли. Смотрите, Катенька поела свой супчик со льдом. Чего вы ее жалеете, что она лед ест? Вы серьезно, ребята? Это же она прикалывается просто. Вы реально думаете, она это с голодухи, что ли? Я как прочитаю какой-нибудь комментарий, как у меня дети голодные. Вы серьезно, блин, посмотрите на моих детей. Это же она просто угорает. Вон у нее и там лед, и здесь лед, и везде у нее, блин, лед. Все поугарало и пошло дальше играть. Не переживайте, это она не с голодухи. Так, друзья, мне вот эта вот конструкция теперь покоя не дает. Я вот пока тут бегала со шваброй, я тут решила, короче, одну отсоединить и выкинуть. Но потом я подумала не выкинуть, а вон туда ее поставить. Почему нет? Можно попробовать. Этот прекрасно войдет, он на одной такой ноге стоит, и он на одну встанет. Ну, просто хочется что-то поменять. Я вообще началась с того, что я хотела просто отодвинуть и там пропылесосить. Ну, блин, раз уж на меня напал припадок Золушки, ну, что теперь делать? Мне придется что-то менять. Блин, ребята, у нас залет вот с такой вот штукой уже второй раз в жизни. Это долбанный звук, ну, который громко-громко на весь дом смотреть, Marvel какой-нибудь. Мы, короче, уже второй раз ее купили. Первый раз мы ее купили в Москве. Она была, примерно так же она выглядела, и мы реально ей воспользовались один день, один раз. Вот как купили, все, больше не пользовалась. Я ходила с нее, просто пыль стирала. И вот сейчас вот у меня дежавю, друзья. Вот я сейчас тоже хожу с нее пыль. Она страшный пылесборник. Она скапливает на себе всю пыль, которая только вот рядом витает. и вот реально у меня дежавю. Вот то же самое. Ровно вот один раз, один день мы попользовались, купили, вечером включили и все, больше ни разу не включали. Посмотрели какой-то Marvel и все. Я не знаю, брать ее что ли. Она реально, она вот просто так вообще стоит, от нее лишние провода и лишняя пыль. Так, и еще вот такая вот штука, которая тоже, оказывается, как вот мне Лева сейчас сказал, что это тоже, говорит, мама, это вроде как то же самое. То ли это одно и то же, сейчас по проводам поймем, то ли что, я не знаю. Я думала, это что-то с PlayStation связано, Лева говорит, нет, говорит, это вообще не мое. Ну, короче, я просто пыль с нее вытерла и все, и стоит этот черный квадрат. Ну, короче, надо все это, я просила не ходить. Короче, надо все расчистить заодно. Ну, что делать? Ну, блин, надо, надо. И оставить одну конструкцию. И я думаю, да, покачу я, наверное. может быть, передумаю, может быть, я пойду и вынесу на улицу и мусор это увезет. Сейчас посмотрим. Да, друзья, тут без Просека не разберешься. Да, Просека? Тупец. Так, окей, с этими штуками разобрались. Дети заодно у меня переезжают уже в следующую комнату. Теперь они там, в спальне. Катя уже туда притащила какой-то свой став, теперь Лаврик туда сейчас притащит. Так, ну что, немножечко убавляется проводов. Блядь, как же это бесит, а? Вот этот провод я нашла, намотала. Ну, это, наверное, просто обратно туда свалю все, но хотя бы немножко меньше проводов стало. Да, Прошечка? Господи. Это у меня коврик для котей, для моих. Оба, бонца. Веселуха. Понятно. Телевизор включите хоть. Окей. Я всегда говорю, друзья, что детей должно быть минимум двое, потому что они всегда найдут чем заняться. Вообще никаких проблем. Вот если два ребенка примерно приблизительно одного возраста, ну даже если там с какой-то разницей, это всегда круто. Они всегда найдут чем себя занять, пока вот мать занята своими делами. во что-нибудь да поиграет, что-нибудь да замутит, какой-нибудь замут. Сейчас в ляник будет играть. Так, ладно, игрушки должны быть в детской. Сейчас я их утащу отсюда. Так, короче, друзья, у меня теперь следующая проблема. Я поставила телевизор на вот эту часть, вторую сейчас отгоню. Куда мне PlayStation теперь поставить? Так, в общем, что я сделала? PlayStation же можно спрятать. Вот, в общем, я его спрятала вот сюда. Отлично. Провода торчат отсюда, к сожалению, я их не могу на ту сторону перебросить. Я не знаю, как это сделать. У меня там просто с той стороны тоже торчит. Ну, сейчас подумаю, может, я их еще как-то спрячу. Вот это вообще хрен пойми, что, ну, видимо, что-то очень важное. Вот, здесь оставила светлые ящики. Их четыре. А здесь три. По-моему, кто-то у меня из девчонок скоммунизил такой ящик. Я догадываюсь, кто. Кажется, это была Лиза. Ну, ладно, сейчас, в общем, передвину вон туда. А может быть, обратно потом. Посмотрим. Посмотрите, кто пришел. Маша, поздоровайся. Блин, вчера тебя не показалось с прямыми волосами. Ну, ладно. Они опять закудрялись. Помыла голову. О, король. Сидит там. Сидит там. Ну, он, может, и не узнает, конечно, но вообще он просто со мной тут бегает, дышит химией и перестановкой занимается. Мася. Мася. Масяечка. Масяечка, Мася. Мася. Ай, Мася. Понюхать. Тыли, чули. Покажи маечку. Я же Машке маечку отдала. Маше одела. Классно? Нормально тебе? Тебе понравилось? Небольшая? Нет, вообще нет. А, она приятная еще такая. Ну, отлично. Ай, Мася. Ну, в общем. Ну, да. Ну, да. Так, отмыла весь плинтус. Пропылесосила, отмыла плинтус. Сейчас поедет у меня вон туда. Ну, в общем, Маш, смотри, я, короче, вот так решила сделать, пока мне так хочется перестановки. Стремно, конечно, но как-то хочется чего-то новенького. Я вот эту хочу вон туда откатить. Мне кажется, это правильно, потому что у меня обуви ничего нет. Вообще ничего нету, да. И я все ковры повыкидывала. Вот. Ну, короче, пока пусть так стоит, потом посмотрим. Ты голодная? Нет, потому что поела. Поела? Окей, отлично. Так, ладно, двигаем дальше. Маш, смотри. Пусть, наверное, тут постоит, да? Надоест, уберу. Ты не помнишь, где вот этот четвертый ящик? У Лизы, по-моему, он. По-моему, Лиза его, но не у тебя. Да. Он у Лизы. Да, четвертый. Да там светлые ящики. Я здесь три оставлю, ничего страшного. В общем, пусть здесь стоит. Ой, парь, ой, парь, ой, везде интересно. Поешь хоть что-нибудь-то. Шоколадки иди возьми. Все, найдешь. У меня руки грязные. Сама иди, найди уже все. Помнишь, не ходи в носках, обуй тапки, пожалуйста. У меня еще пока... Ты сейчас, во-первых, на мокрое встала. Возьми тапки в гараже, там у меня все стоит. Да, я еще не помыла. Все здесь. Ну, я помыла, но вот эту часть помыла. И все, здесь пока все грязно. И вон там я все отодвинула диван, все намыла. И, в общем, ладно, пока, короче, здесь стоит. Вот. Куца, конечно, смотрится одна полочка, но все равно какие-то перемены и как-то, как будто бы больше пространства стало. Еще больше. Молодец. Маша, я вообще-то там помыла. Я сказала, я помыла, не помыла вон там. Иди тапки обуих в гараже, возьми просто тапки и обуих. А в кроссовках не ходи. Да? Машу, как можно посмотреть. Подарочек для Лизы. Мы тут болтаем с Машкой, едим мандаринку. Крас? 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 Красивый или класс? Знается? Ты что хочешь с ящиком, с инструментами? Ремонтируешь что-то? Понятно? Красивая коробочка, Маша, что? Статуэточка сел с Машей рядом. Я тут стулья намыла. Все, никак их не опущу. Смотрите, Машка тут чмырю. Машка, это что? Пойдем, у тебя там такие классные листики лежат. Пойдем. За одну комнату хоть посмотришь свою. Да, очень cute. ой, какой классный. Он резиновый. И даже тут вот это. Да, 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 прикольно. Пойдем в комнату посмотришь заодно. Пойдем. И бумажки сюда, листики там как раз. У Лизы же осенний день рождения. И будет очень красиво. Пойдем, посмотришь комнату свою. Господи, когда я сегодня уже закончила? Я весь день сегодня. Просоко, просоко. Что ты жрешь? Что ты жрешь, Аллочка. Ну ладно, играй, играй, бедные коти мои. Ну не надо, у тебя в комнате чисто, ну не надо обуваться, Маш. Все по-другому, да? Класс. Ну-ка, разуйся, разуйся. Куда пошла, разуйся? Лучше? Так гораздо лучше. Ну просто переставила по-другому. я в этом неду. Ой, там, реально гораздо лучше. Классно? Реально гораздо лучше. Слушай, у тебя же так не было, у тебя же так не было, вот здесь кровать не стояла ни разу же. Она была, она была посередине. Посередине и вон там, а вот здесь не было, да? Я вот тоже что-то не помню, чтобы она здесь была. Гораздо лучше, это очень хорошо, что стол не прямо около класса, не раздражает, когда кровать у вас стоила, абсолютно. Но ты спишь, и потом... И рядом. Ну я там решила оставить кресло, потому что его и разобрать удобно здесь, если бы вдвоем, допустим. И стол. Она не посыпалась, пока ты его не была. А что, сыпалась? Нет. У меня я иногда все гвотики нахожу. Да? Нет, слушай, не было. Может, я, конечно, бы что-то в пылесос засосала какой-нибудь, пара гвоздей, но нет, не замечала. Класс? Иди сделай этим. Я же у тебя сегодня тут порядок наводила. Не трогай, пожалуйста, перестативы. Не, не, я не трогаю, я не трогаю. Я вообще ничего не трогала, ты не поверишь, я вообще ничего не выбросила. Хотя ты меня знаешь, я чего-нибудь да выбросила. Я там оставила только альбомы, я вообще тебе оставила, потому что я знаю. Альбомы я уберу, да, я уберу, да. Там единственное, что-то на нас, в принципе, там. Листик можно положить. Ты про эту бумагу говорила? Да, это же для подарков. Я официально сохранила ее. Ну, вон, смотри. Да, да, да. Мушка просто бумажки намяла. Они еще вчера собаки, они были в машинах. Ма, я очень хотела. Масечку, мой сладкий. Я очень хотела. Иди, Масюндра, заходи, заходи. Я тут все позакрывала. Когда забудем мои одежды, ты можешь мне купить вот это? Хорошо. Котик мой. Ну, вот, красотень. Смотрите, фрошка пришел туда и завалился. Просека. Кс-кс-кс-кс. Ай, удобно. Вот любители в разговорах поучаствовать, полежать. И Масюндра подо мной там. Просека. Ты же не помещаешься там. Смотрите, ластится-ластится к Белоснежке. Любопытство. Просека дрыхнет. Маша рассказывает, что у них можно прожить без машины в общаге. Если кто-то без машины, то это не проблема, да? Вас возит какой-то автобус за продуктами. Это только за продуктами. А куда за продуктами? Каждый вроде пабликс. Пабликс? Каждый только пабликс предлагается, да. И там же ждет этот автобус? Да, он ждет, и ровно в час сорок пять вроде он уезжает. Это чисто для вас, для студентов? Чисто для нас, бесплатно, да. Бесплатно. Вот Маша говорит, у нее соседка без машины, и она пользуется этим, да, за продуктами? И вообще там у вас не все на машинах и нормально, да? Во-первых, все рядом. И за это не надо платить вообще ежемесячно, да, ничего, да? Да, это включено. Круто. Маша говорит, я говорила, что у вас по Сильванию на Феймилис. Ты помнишь, игра, мы уже сюда уезжали? Да. Ты в каком классе ты была, ты, боже мой. Лёва, четвертый, шестой, да, в седьмой сюда приехала. Сюда ты приехала в седьмой, и до сих пор в Сильванию на Феймилис играла. Мы просто сейчас на Катю смотрим. Не, потому что они, во-вторых, они у вас все разукрашены, это так некрасиво. Да, это дети, да. Потом наклейка как-то на бутылке перевернута, наклеена или вообще не на том наклеена. Ну, это дети, да, они вдвоем же играют. Ты в Сильванию только ты играла одна, Лиза не играла, Лёва не играл, да, и ты очень бережна. А эти вдвоем... Я всегда очень у меня... Я так всегда аккуратная, я ненавидел, когда кто-то подходил, чтобы когда Катя мелко была, мне было интересно. Я ненавидела, когда я подходила к моему максимальную Феймилис. Поэтому я очень люблю максимальную Феймилис. Это немножко у тебя сейчас просто такой период из детства во взрослую жизнь, и у тебя сейчас такое, знаешь, шалтай-болтай, тебя немножечко еще бросает тоска по детству, по прошлому. Ну, сейчас пройдет. Катюрик, зато Катя не особо любитель, она в Вайпе ставится, и все, а Лаврик любитель в какие-то, и Сильваниан в том числе поиграть, он прям может часами сидеть. Ну, вы же, я вот сегодня даже в видео вспоминала, как вы похожи с Лавриком. И внешне, ну, мы с тобой миллион раз это обсуждали, и знак Зодиака, и петух, и вы похожи внешне. Я вашу детскую фотографию твою показывала, а вы с Лавриком реально прям сильно похожи, да. У вас вот эти вот кругленькие такие мордочки, коричневые такие глазки, вы сильно похожи вообще прям. Точно. Сейчас, Левик. Да нет, вспоминай, я говорю, а Катя, как с Лизой похожи. Лиза, Маша такая, говорит, да, такие же, синяки под глазами. Такая, говорит, пампушка такая же. Че, Левчик? Лева сдалась идти, хорошо. Да? Получил, да. Он просил ничего не говорить, но я не буду, я не буду говорить, да, да, но уже ладно, сказала, в общем, по секрету, сдал хорошо, да. Друзья, у нас уже вечер, Маша уже уехала, мы еще долго-долго болтали с Машей и с Левой и про все эти SAT-баллы, сколлэшипы, эти колледжи, в общем, долго-предолго еще болтали мы. И, в общем, Маша все уехала, я только завершила уборку, я только домыла полы, в общем, завтра уже буду доделывать то, что я планировала еще сегодня сделать, но заболтались, и я не все успела сделать, хотя я думала, что я буду два дня убираться и субботу и воскресенье, все выходные наводить порядок, но я сегодня прям много сделала, даже сама от себя не ожидала, я думала, я только на санузлах, да и то не все их вычищу, но нет, я сегодня прям взяла себя в руки и доделала, даже вот после Маши, когда я уже и посидела, и поела, и все равно уже взяла себя в руки и все доделала, уже домыла полы хотя бы, вот, я понимаю, друзья, у вас после этого видео много вопросов, я отвечу уже завтра в следующем видео на главный вопрос, который наверняка вы задаете сейчас под этим видео в комментариях, и завтра я постараюсь вам рассказать и ответить, все, друзья, буду уже прощаться в этом влоге, всем пока-пока и как всегда, до завтра, пока-пока.